МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это «Факты происшествия». Два человека погибли, еще трое пострадали сегодня в аварии в Кавказском районе на трассе Краснодар-Кропоткин в районе станицы Казанской. Столкнулись несколько машин. Инспекторы сообщили об участии семи транспортных средств, в том числе трех большегрузов. По данным полиции, водитель иномарки столкнулся с попутным корейским автомобилем, водитель которого выполнял поворот налево. Эту машину отбросило навстречу, где она врезалась в грузовик, и пошла цепная реакция. В итоге один большегруз с полуприцепом перевернулся в кювет, другой опрокинулся на две легковушки. Водитель и пассажир одной из малолетражек погибли. На месте работали медики, МЧС и полиция. Детально картину происшествия восстановят инспекторы ГИБДД. Чем не угодила мать и ее гражданский муж, жителю Лобинского района, теперь выясняют следователи. 43-летний мужчина забил до смерти пенсионерку кухонным ножом, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Сын последние несколько месяцев проживал в доме у матери в станице Чемлыкской. Между ними систематически возникали словесные конфликты. Один из таких случаев закончился непоправимой кровавой разборкой. Первой под руку попалась мать. После чего зашел в домовладение, где находился сожитель женщины, разбудил его и нанес ему один удар ножом в грудь. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте. После расправы мужчина сбежал, но его в скором времени поймали. Сейчас он главный фигурант уголовного дела о двойном убийстве. 90-летняя женщина сгорела заживо в станице Колнеболодской Новопокровского района. Пожар в частном доме произошел вечером. В момент ЧП в одной из комнат находился еще и внук погибшей. Соседи, заметив языки пламени, по телефону вызвали на помощь спасателей. Но они не успели вытащить из огня пожилую женщину. Она скончалась на месте. Как видно на фото, в помещении все превратилось в угли. А мужчине удалось спастись, но у него сильно обожжены ноги. Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. По одной из версий следствия, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. По факту гибели двух детей, которых смыло течение бреки, в Хостинском районе Сочи возбуждено уголовное дело. Следственный отдел завершил проверку по этому трагичному случаю. Дело начато по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По данным следствия, мать, сыном и дочерью приехали к родственнику в Сочи на отдых. Днем 3 августа они гуляли в лесу в районе села Пластунка. Возвращались вдоль реки Сочи по направлению к мосту. Вмиг резко поднялась вода в реке и всех смыло течением. Взрослым удалось спастись. Тело 16-летнего подростка было обнаружено утром следующего дня. Четырехлетнюю девочку нашли через сутки. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы. Подстраховались родственным тылом, но и это не спасло от наказания. С виду приличный семьянин и теперь дают показания следователям в Анапе. Двое мужчин из соседнего государства приехали на Кубань с роднёй, но не для того, чтобы купаться в море и загорать. План был другой – воровать чужое. Двое приятелей 38 и 31 года успели провести в нашем крае 10 дней и награбить приличное состояние. Общий ущерб от действий мужчин оценивается в 600 тысяч рублей. Поймать криминальный дуэт удалось после заявления в полицию жителя Анапы. Из его частного дома пропали ювелирные украшения, часы и деньги. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции осмотрели место происшествия и обнаружили следы взлома одного из окон. Опросив возможных очевидцев произошедшего, полицейские установили, что предполагаемые злоумышленники передвигаются на автомобили с иностранными номерами. По уличным камерам полицейские вычислили маршрут передвижения подозрительной машины. Через несколько часов этот транспорт остановили на одной из улиц курорта. Те, кто и был нужен оперативникам, были в салоне. Они проследовали для дальнейшего диалога в отдел. За что задержаны? За кражем. Признаете вину в инкомбинируемых деянях? Признаю. Выяснилось, что эти двое успели обчистить дома не только в Анапе, еще и в Новороссийске и в Сочи. По этим случаям сумма учерба устанавливается. Чужие золотые изделия налички сразу продавали, деньги приводили на карту в соседнее государство. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Теперь перемещаемся в Краснодар. Обзор дорожных аварий за минувшие выходные подготовила Валентина Бекшаева. Подкосило так, что аж искры из-под колес полетели. Огненное ДТП случилось на перекрестке Московской и Корякино. Участниками его стали мотоциклист и легковушка. Оба двигались в одном направлении, но в какой-то момент рулевой двухколесного транспорта не справился с управлением. Коснулся бампера авто и через секунду упал на проезжую часть. Водитель автомобиля тут же остановился, чтобы убедиться, что с наездником все в порядке. Потребовалась ли ему медицинская помощь, не сообщается. Забыл, что он совсем не дюймовочка и пытался не войти, а втиснуться в поворот. Чудеса акробатики на колесах показал водитель фургона популярной сети строительных магазинов. На перекрестке 40 лет Победы и 1 мая мужчина за рулем грузовичка, совершая поворот направо, задел багажник серебристой легковушки. Спасло то, что двигался фургон медленно и успел лишь подтолкнуть соседнюю машину, оставив незначительную царапину. Но женщине, владелице ударенного авто, пришлось понервничать в этой ситуации. Задняя часть легковушки пострадала и на пересечении Ялтинской-Уральской. И только здесь автор вмятин, водитель не грузовика, а менее габаритного транспорта. Две серебристые машины, точнее их рулевые, не смогли понять, кто куда едет и кто кого должен пропустить. На этом месте часто случаются ДТП как раз из-за несоблюдения правил при многополосном движении. Вот у этих мужчин как раз до приезда инспекторов ГИБДД было время освежить в памяти некоторые абзацы из свода ПДД. Уже некуда было спешить в выходной день водителям этих двух иномарок на Тургенево и Дальней. Видимо, как раз расслабленный настрой дня и довел до аварии. Водитель минивена зазевался на пару секунд и въехал в задний бампер попутчика. Дело было на светофоре. Похоже, что сам предполагаемый виновник ДТП не сразу понял, как все случилось. Но извинениями вмятины не выправить. В деталях аварии разбирались полицейские. Теперь неприятная новость, связанная с другим видом транспорта, железнодорожным. За получение взятки в особо крупном размере пойман заместитель начальника Краснодарской механизированной дистанции по оперативной работе. По версии следствия, два года назад между одной из фирм и компанией РЖД был заключен договор на оказание перевозки грузов для строительства моста через Керченский пролив. Подозреваемый обманул подрядчика, сказав, что у РЖД нет спецтехники и персонала для разгрузки поступивших вагонов. При этом предложил привлечь посредников. За оказанное содействие получил от бизнес-партнера более 1 миллиона рублей. Распорядиться деньгами не смог. Помешали сотрудники ФСБ. Ведется следствие. Путешествие в горы закончилось больницей. Туриста с острым инфарктом пришлось сегодня спасать южному отряду МЧС. Звонок о помощи поступил от приятеля пострадавшего, которые вместе шли в составе группы. Люди находились на перевале инструкторская щель в Адыгее. Еще накануне 54-летний мужчина почувствовал себя плохо. Состояние было критическим. В 5-10 утра с базы ЮРПСО МЧС России вылетел вертолет Ми-8. И в течение часа турист был доставлен в город Сочи, где спасатели незамедлительно передали его врачам. Пострадавшим оказался житель Краснодарского края. Куда шла группа и как долго туристы были в пути, не сообщается. В этом году спасательный вертолет впервые перевозил такого пациента. Чаще всего помощь нужна заблудившимся путешественникам. Это все на сегодня. Только хороших вам новостей. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова